приветствую вас дамы и господа на нашем канале вова бог где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики экономики новости фондового рынка ну что ж друзья у нас сегодня будет короткое видео так как сегодня праздник 23 февраля мужики вас с праздником сегодня у нас воскресенье и несмотря на то что наш праздник у нас на канале выходит рубрика ежедневник инвестора в рамках данной рубрики мы с вами готовим план стратегию на следующую торговую неделю обсуждаем те бумаги которые будем покупать с точки зрения спекулятивных моментов те события которые на которые обязательно стоит обратить внимание и во второй части я вкратце попытаюсь ответить на вопросы некоторых своих подписчиков которые спрашивали а в чем разница между инвестором и трейдером кратко на пальцах попытаюсь вам это сегодня объяснить но начнем мы с вами все-таки именно с ежедневника инвесторы и вот какие события на этой неделе для нас подготовим и так завтра у нас 24 февраля московская биржа не работает но самое главное событие которое завтра будет происходить и которому будет приковано наверное все мировое сообщество все сми об этом завтра обязательно будут говорить это визит дональда трампа в индию это государственный визит то без самый высший из рангов визитов есть рабочий визит есть официальный есть государственный вот это самый высший визит который может совершить какой-то глава государства я думаю будут сделаны какие-то очень громкие заявления сейчас каждый день какие-то громкие заявления особенно санкционная риторика сейчас увеличивается будем смотреть будем наблюдать больше в понедельник я особо никаких событий для себя не заметил и переходим на вторник во вторник все наше внимание будет приковано так или иначе компании газпром первонаперво это будет заседать совет директоров компании газпром они будут обсуждать оптимизацию компании на 2020 год ну и второе событие тоже связано с газпромом точнее с ее дочерним предприятием с газпром нефтью газпром нефть будет отчитываться за 2019 год я чуть позже скажу почему именно на нее стоило ну обратил внимание хотя раньше про эту компанию ни разу не говорим плавно перетекаем в среду 26 февраля что нас здесь будет интересовать первонаперво смотрим на сша сша вы тут статистика по новостройкам за январь месяц очень интересно на эту статистику мне посмотреть ну и конечно же главные наши спекулятивные покупки будут опять-таки проходить раз в россии это у нас в среду выходит отчет по втб и по самой моей любимой акции по крайней мере на российском рынке но и наверное в целом на вообще на фондовом рынке это норильский никель это самая моя любимая компания может потому что она самая первая была моей компании которая была куплена в моем портфеле такой вот фундаментальной покупка не знаю но вот это самая моя любимая бумага больше наверное среду я такого ничего для себя не нашел а вот в четверг есть очень важное событие тоже она будет как и в этот четверг происходить в азии то есть мы в это время будем спать и уже проснувшись мои подписчики в телеграм-канале уже это событие улицы зрели центральный банк южной кореи будет принимать решение по ключевой ставки на данный момент многие аналитики прогнозируют что ставка останется без изменений но связи с последними событиями которые были на этой неделе со вспышкой вот этого коронавируса и дабы придать ликвидность азиатским площадкам я думаю что вероятность того что ставка будет снижена она намного намного повысилась но посмотрим до доживем до четверга там все это увидим еще какие моменты стоит обратить внимание на четверг четверг у нас выйдут в сша уточненные оценки по ввп за 2019 год четвертый квартал нас будет там интересовать то прогнозируется рост но посмотрим как прогнозы есть прогнозы в пятницу у нас тоже прогнозировались более-менее что статистики а вышли такие что доллар рухнул и второе событие тоже у нас интересует сша выйдут предварительные данные по заказам на товары длительного пользования там ждем уже снижение и как это будет отражаться на фондовых рынках будет за этим наблюдать ну и конечно же внимание наше приковано будет в четверг это к отчету нашего большого зеленого банка это именно сбербанк будет отчитываться думаю что отчет будет очень и очень хороший и нам наконец таки удастся продать вот те префы которые мы две недели назад взяли и вынуждены были увести в инвестиционную часть наконец таки от этих префов избавлюсь в пятницу что нас будет интересовать в пятницу нас интересует статистика доходов и расходов сша тоже за январь месяц для нас это очень важно на самом деле вот это может очень сильно повлиять на курс рубля и доллара ну и в пятницу же будет отчитываться наша российская компания интеррау тоже будем смотреть будем наблюдать и так подведя итоги данного недели план данного плана на неделю вы заметили что я не полез на западные площадки нас хороших событий хватает и на нашей бирже если вдруг конечно же я забыл про какие-то события на западе вдруг что-то у меня ускользнула какая-то может бумагу скользнула внимание обязательно напишите мне в комментарии потому что на я человек могу что-то и пропустить и так на что же все-таки какие бумаги стоит отметить для себя и обязательно к ним присматриваться это вторник у нас отчитывается газпром нефть почему именно газпром нефть меня будет интересовать потому что после того как произошел день инвестора в нью-йорке компании газпром они заявили что все дочерние предприятия будут платить 50 процентов пошлют 50 процентов прибыли на дивиденд а это не может нас не радовать среда у нас моя любимая компания норильский никель я еще раз повторюсь я думаю что там не будет не просто шикарный отчет я думаю там будет отчет просто бомбически просто там бомба будет поэтому завтра ой послезавтра буду обязательно докупать эти бумаги свой спекулятивный портфель наверное чем-то буду жертвовать хочу взять хороший объем этих бумаг и наверное часть все-таки уведу в инвестиционную часть еще к себе добавлю вы знаете что у меня есть инвестиционной части есть спекулятивной части норильский никель ну и конечно же бумаги втб но по втб я еще подумаю брать не брать потому что буду смотреть во вторник как поведет себя рынок если будет просадка вниз конечно же втб под отчет подберу но еще что у меня заставляет думать насчет втб это то что втб будут очень хорошие дивиденды в этом году и кстати говоря втб самая первая будет выплачивать дивиденды она самая первая стартанет на этом дивидендном ралли и и очень неплохо эту бумагу могут разогнать поэтому если будет хороший ну даже не то что хороший если немножко просядет втб еще хотя бы чуть-чуть и обязательно ее возьму уже под дивиденды и там даль дальнейшее движение на рынке меня меньше будет волновать я эту бумагу буду брать под дивиденды четверг сбербанк ну как я сказал наконец-таки надеюсь что отчет будет хороший вот те две недели назад помните когда вышла новость про сбербанк то что его будут из цб переводить фонд национального благосостояния мы тогда купили сбербанк обычный сбербанк префы если обычку мы спокойно смогли продать то сбербанк префы к сожалению мы увели в инвестиционную часть вот надеюсь под отчет я все таки эти бумаги сумею все таки продать и освободить себе кэш сейчас кэш очень и очень необходим так как сбербанк у меня и так есть в инвестиционной части то вот это лишняя доля мне пока на ни к чему посмотрим все таки как они отчитаются потом посмотрим что в совете директоров если что можно будет докупить обратно но и пятница у нас отчитывается интерау по интерау я ничего не могу сказать я очень мало с этой бумагой работал если у кого есть какие-то соображения по интерау я буду рад вас услышать ваше мнение у себя в комментариях обязательно отпишитесь либо же пишите мне в телеграме либо в инстаграме либо ватсапе как вы все меня находите ну вот где-то отпишитесь обязательно если еще раз повторю какие-то события интересные вы еще нашли для себя то тоже обязательно отпишитесь в комментариях может какую-то интересную бумагу западные я все-таки пропустил ну либо нашему вроде бы у нас там больше никаких отчетности крупных таких не нами не намечается где можно неплохо поспекулировать и второй момент вот коли заговорили про спекуляции как я обещал во второй части видео хотелось бы с вами поговорить о таких вещах как инвестор и трейдер сейчас стало модно в россии заниматься фондовым рынком инвестициями открываются все новые и новые счета на брокерские народ стал сюда идти понятное дело почему потому что депозиты банковские стали падать но иногда некоторые люди идут и не знают зачем они сюда идут то есть это не просто принести можно просто принести деньги профукать их и все тогда лучше конечно же нести на депозит в банк это будет надежнее потому что ну по крайней мере вы свои там пять процентов вы получите если вы идете сюда за доходностью вы должны понимать с какой целью вы пришли на этот ну пользоваться этим этой возможности заработать деньги потому что здесь есть два пути либо инвестором быть то есть на долгий срок либо же трейдер инвестор это тот человек который отдай ну вкладывает деньги на какой-то определенный промежуток времени но длинный промежуток времени как минимум это полтора два года но это самый минимум я вообще начинаю рассматривать если беру бумагу в инвест часть вот как у меня норильский никель северсталь это минимум чтобы на три года это минимум самый а то и больше вот сейчас кто-то мне писал вопрос по северстале вчера или позавчера в комментариях я брал еще северсталь по 60 50 рублей она уже своими дивидендами в половину своей стоимости отбила то есть она мне нужно столько выплатила дивиденды что-то покупка она дивидендами фактически себя оправдала вот если посчитать поэтому здесь если долгосрочно но мы бы с вами сегодня поговорим как примерно выбирать компании что необходимо примерно знать трейдер же это тот человек который играет на коротких манипуляциях и движениях рынка вот он на коротком этапе может старается заработать в чем выгода кто выигрывает по большому счету и тот и тот просто для инвестирования нужно одни знания для трейдерства нужны другие знания и давайте с вами вкратце быстренько вот именно не теряя времени попытаемся разобраться потому что сегодня все-таки праздник и каждого хочется еще праздничный стол и так далее праздничные мероприятия еще не закончены и завтра в том числе хотя завтра небольшая торговля все-таки наверное будет на западном рынке может быть все таки немножко там поспекулировать и так давайте с вами разбираться начнем с инвестором кто такой инвестор и какие они вообще бывают у нас инвесторы инвесторы у нас бывает двух типов это у нас бывают долевые инвестиции и долговые инвестиции долевой инвестор долговой инвестор долевой инвестор но это тот соответственно понимаете тот кто покупает какую-то долю ну то без акции он покупает долю компании становится полноценным его владельцы долговой инвестор это тот кто дает наоборот денег долг то есть покупает какие-то обязательства облигации там государственные облигации корпоративные облигации и так далее я лично вот на данный момент я не сторонник облигаций. Когда я начинал, когда я пришел на фондовый рынок, я формировал свой портфель до определенный процент облигаций, определенный процент фондов и определенный процент акций. Из вчерашнего видео вы поняли мое отношение к фондам. Соответственно, я тоже это очень быстро понял и от них очень быстро избавился. Я то, что рассказываю вам в видео, я рассказываю вам то, что я пережил на своем опыте. Я понимаю, что, что бы я ни говорил, каждый будет совершать все равно свои ошибки. Каждый наступит на эти грабли. Но на грабли можно наступить по-разному. Можно со всей дури на эти грабли наступить так, чтобы черенком пол бы дало так, чтобы башка в стену отлетела. Можно наступить на те же самые грабли, которые я проговорил, но уже зная, ага, там Вован чего-то говорил. Дай-ка себе аккуратненько нажму. Да, черенок коснется лба, но ой, да-да-да, я вспомнил, там Вован говорил, здесь лучше, здесь минное поле. Поэтому вы все равно совершите эти ошибки, но лучше знай, быть предупрежденным, и тогда ты будешь вооружен. И вот год от года доля облигаций в моем портфеле становилась все меньше и меньше и меньше. Сейчас у меня, по-моему, меньше процента этих облигаций. Я, вот они, по-моему, гасятся у меня, по-моему, в апреле или в мае у меня гасятся последние облигации. И все, и слава богу, я про них забуду и больше про них не буду вспоминать. Кто же все-таки решится лезть в облигации, дам такого рода совет. Но это лично я советую, как поступает вам самим решать. Если будете брать облигации, то берите, чтобы погашение было в декабре 23-го. В декабре 23-го, январь 24-го. Все. Позднее, которые позже, лучше не берите. Ну, я надеюсь, вы все поняли, почему. Потому что в марте 24-го года у нас будут выборы президента. Кто будет про Владимир Владимировича, я не знаю. Какие события нас ждут после этого, я не знаю. Даже здесь предполагать не хочется. Поэтому, чтобы сберечь средства, вот мой совет такого плана. Мы же сегодня больше будем говорить о долевом инвестировании, именно о покупке акций. Прежде чем вот вы пришли на рынок, вы должны себе поставить, дать понять следующее. Что сначала вы должны сформировать инвестиционную часть, а уже потом лезть на трейдерство, ну, спекулировать и так далее. Сначала сформируйте свою инвестиционную часть. Как ее формировать? Ну, вот примерно я сейчас вам попытаюсь объяснить. Первонаперво, что для себя человек должен уяснить? Он должен понять, в какие бумаги, в бумаги какой страны вы хотите вкладываться. Вот поймите для начала себя это. Там, в наши ли бумаги, в американские бумаги. Я специально сейчас не буду даже говорить, в какие бумаги я посоветую. Если хотите, я сниму видео про то, что я думаю про наш рынок, западный рынок. Во что лучше вкладываться. Некоторые подписчики уже знают, кто со мной общается, они знают мое мнение. Но сейчас я не буду вас специально сбивать с панталоки. Вы должны сначала выбрать страну. После того, как вы выбрали уже страну, вы должны перейти к оценке отраслей в данной стране. Какая отрасль самая более или менее выгодная? В какую отрасль? Не то, что вот в данный момент она выгодна, но что это будет, вот как я говорю, полтора-два года, три года. Будет ли выгодна эта отрасль? Ну, к примеру, возьму опять меня. Но это не то, что стоит обязательно вкладываться в эту акцию. Это не как совет, просто как себя беру. Я вкладывался, когда в Норильский никель, я именно смотрел на будущее данной компании. Она была не такая еще тогда дорогая, но я вкладывался в будущее компании. Я смотрел и изучал ее отрасль. Я изучил ее торговую корзину, чем занимается вообще Норильский никель. У него такая торговая корзина. Ему на все времена, что кризис, что не кризис, это первый, один из самых моментов был у меня, решающий момент при покупке Норильского никеля. Ему пофигу на все и вся. Кризис, то у меня все равно корзины хватит на то. Я тогда это не будет продаваться, это будет продаваться, будет расти. Ему пофигу. И именно поэтому я тогда брал Норильский никель. Я брал его по 9 тысяч, брал его по 13 тысяч. И я смотрел в будущее. Но помню, как сейчас, вот год назад, это мы сидели с товарищем, и он мне вот так у виска крутил головой. Ты дурак, говорит Вован, за 13 тысяч Норникель? Ты с ума сошел, что ли? Он подешевеет, он упадет, это пузырь. Я говорю, ну пускай. Я беру его на срок, неизвестно когда я его буду продавать. Да ну ты что, ну подожди, будет дешевле. Он ждал. Бумага уже 14 тысяч стоила, потом 15 тысяч стоила. С 16 тысяч он за, по-моему, 15 800. Вот перед сентябрьскими, по-моему, или октябрьскими дивидендами, по-моему, в октябре дивиденды были. Он залез тогда в шорт. Вот он шортил. Он шортил, когда он был 17, он шортил, когда был 18. На 19 он сдался. У него просто, он устал усредняться. И он понял, блин, Вован, ты был прав. Я говорю, ну, бывает. И посчитайте, сколько денег я заработал, сколько еще заработаю. Но эти бумаги лежат в инвестиционной части. Ну и так, мы отвлеклись все-таки от цели, как все-таки выбирать дальнейшую компанию. Третье, на что стоит обратить внимание. Вот вы выбрали страну, вы выбрали отрасль. Все, вот, к примеру, какая-то отрасль вас там заинтересовала. Там металлургия, IT, фармакология, ритейлы, так далее. Третье, на что обязательно стоит обращать внимание. Здесь вы уже должны перейти к анализу конкретно самой компании. Вы инвестируете, вы отдаете свои деньги, вы кровью потом их заработали. И вы вкладываете ни на день, ни на два, ни на год, ни на два года, а больше. Вы хотите стать полноценным акционером. Я думаю, только наращивать свою долю. И здесь вы должны понять эффективность модель бизнеса. Как ведется, как развивается этот бизнес. Потом вы должны посмотреть уже на отчетность этой компании. А какая у нее вообще отчетность? Что у нее там с дебетом, с кредитом? Как у них там сальдо сводится? Все нормально? Все хорошо? А, ну тогда да. Дальше мы смотрим, какие у них дальнейшие планы. Вот помимо... Какие идеи они у нас, к примеру, какие у них есть идеи. Ну, к примеру, опять-таки возьму компанию, но это не призыв к покупке. К компанию Тесла, да, к примеру. У них там у Илона Маска такие планы, что он чуть ли не Марс хочет захватить. Ну, к примеру, вот у него вообще там не только с Теслой связано, вообще идеи в голове у Илона Маска. Там просто на одних идеях можно брать. Вот только за одни его идеи. И с его энтузиазмом можно уже идти вперед. Ну, и четвертое, наверное, на что стоит обращать внимание при выборе компаний. Все, вот вы выбрали страну, вы выбрали отрасль, вы посмотрели, что все, бумага подходит. А дальше нужно посмотреть, брать недооцененные компании. И здесь вы должны понимать будущее компании, опять-таки. Должны понимать будущее компании. Но это опять-таки мы можем взять Теслу. Вот очень яркий пример Теслы. Тот же самый Норильский никель, Газпром, очень вот яркие такие примеры. Тесла это просто яркий живой пример. Тесла полгода назад еще стоила 300 долларов. По-моему, да, 300-350, даже меньше, по-моему. И все говорили, ай, все, Тесле каюк пришел. Она будет стоить 50 долларов, Илон Маск, какие электромобили, ты чего говоришь. Сейчас Тесла стоит больше 900 долларов. Недооцененная компания за полгода. Вот это рост. Газпром, прошлый год, далеко ходить не надо. Прошлый год, ровно год назад. Стоимость 132-134 рубля там. Сейчас 230. Норильский никель 13-22 тысяч. Недооцененность компании. Поэтому надо смотреть, какое у компании тоже будущее. И единственный момент. Многие, я от многих это слышал, что многие люди говорят, что инвестору, кто занимается инвестициями, не нужен технический анализ. По большому счету, да. Тут можно войти по рынку. Вот посмотрел. Кто хочет чуть-чуть подсэкономить, да, там вот тогда тех анализ ему нужен, чтобы понять точки входа. Все. На этом его познание технического анализа заканчивается. А вот как раз таки, кому нужен технический анализ? Кто пользуется техническим анализом? Техническим анализом у нас пользуются трейдеры. Трейдер, это кто человек? Еще раз повторю вам. Это человек, который пытается заработать на манипуляциях и колебаниях рынка. Эти колебания, они могут быть очень короткими, от двух секунд и менее. Одна, две секунды, минута, час, несколько дней, неделя, месяц. Ну просто кто торгует там вот минуты, там пять минут. Это краткосрочные трейдеры, они там фьючер, акционы, вот они торгуют. А есть среднесрочный трейдер, но он тоже трейдер. И вот для него уже некоторые моменты совершенно меняются. Ему нужно кое-что другое знать. Его интересует вот как раз таки то, что мы, то, что я вам даю постоянно в телеграм-канале. Это срочные свежие новости. Он должен знать, он четко должен. Его интересует не вот общая отчетность, то есть на длительной дистанции. Какие у него там планы там наполеоновские. Да и трейдер вообще по барабану, какие там у него наполеоновские планы. Ему нужен четко отчет здесь, сейчас. Отчет вышел, бумага пошла в рост. Через пять минут после роста мы продаем. Все, мы забыли, как эта бумага звалась. Вот к примеру, как... Вот мы брали Extra Space Tosh. Она выросла, все, вечером она пошла уже вниз. Все, мы забыли даже про эту компанию. Все, больше нас она не интересует. Мы сыграли на отчете, продали, выбросили и все, забыли. Тот же самый Teleflex. Вот не совсем удачный пример, но тоже на колебаниях. Мы ее чуть-чуть выше продали. Все, она отчиталась. Я и забыл про Teleflex. Такая компания есть вообще. Все, она меня не интересует. Вот это трейдер. То есть, это вас интересовать должны коротчайшие новости. Какие-то короткие новости вышли, бумага пошла вверх либо вниз. Здесь уже просто опять-таки, что какой инструмент вы любите? Играть на лонге, либо играть на повышении, либо на понижении. Ну, про понижение мы уже вчера с вами говорили, поэтому... И не думайте никогда, что, знаете, вот... Я частенько это вижу в соцсетях. Трейдер за два месяца курс. Как трейдерству за два месяца научиться? Да, вы, может быть, узнаете какие-то вот эти технические анализы, вы познаете фигуры. Но эти фигуры надо выискивать. А на каких графиках его выискивать? На пятиминутках, на пятнадцатиминутках, на тридцатиминутках, на часовике, на дневнике, на недельнике. Где? То есть, постоянно это... Это очень-очень сложная, кропотливая работа, на самом деле, трейдерством заниматься. Почему я изначально, когда пришел я на рынок, я был именно инвестором. И только потихоньку, очень варясь вот в этой каше, мне стало интересно. Я стал... Знаете, вот как слепой котенок. Вот он только родился, у него только-только глазки становятся открывать. Я вот так на ощупь трогал. Тоже ошибался. Знаете, сколько шишек набито? Думаете, лысый просто так, ой, а сколько себе волос повыдергивал? Нет. Ну, на опыт. Ну, это годами вырабатывается опыт трейдерства. И хорошие трейдеры, да, они зарабатывают очень много. Но чтобы стать хорошим трейдером, это очень тяжелая работа. Да, сейчас есть такая помощь, как роботы бывают, вот там помогают они. Но даже вот эти роботы, когда торгуют, мы многие слышали об этом, что торгует робот, но нужно создать ему вот эту рабочую стратегию, вот этот механизм, как они должны работать. Чтобы вы должны прописать алгоритм одним словом роботам, как им торговать. То есть это надо быть, ну, как минимум Эйнштейном, чтобы четко прописать. Но это лично мое мнение, наверняка будут смотреть меня трейдеры, они со мной сейчас будут спорить. Я с удовольствием выслушу ваше мнение. Я просто за более такое спокойное инвестирование. Да, можно внутри дня по интернету, вот создать план, четко изучить отчетность, все, под это сыграть. Но сильно рисковать деньгами я не готов. И больше, я знаете, понимаю под словом трейдер, вот профессиональный трейдер, у меня есть два знакомых профессиональных трейдера. Они торгуют в основном на срочном рынке. Вот они на краткосрочные такие инвестиции, они краткосрочные трейдеры, как я их называю. Они торгуют на срочном рынке фьючерсами и опционами. Это вообще мастерство. Они торгуют по сигналам, четко там. Но это мастерство. Лично для меня, я попробовал, мне не понравилось. Может быть не такой учитель у меня был. Но выбирать все-таки вам. Но еще раз повторюсь, прежде чем лезть в трейдерство, какое бы ни было, краткосрочное, среднесрочное, длинносрочное, кто-то как-то один раз, на долгий срок, на месяц. Вот как мы взяли с вами бумагу ТГК-14, опять эту злополучную вспомним. Но это тоже трейдерство. Это трейдерство мы взяли именно на какой-то конкретной новости, мы ждем ее взлет. Вот. Все. Мы не ждем ее по фундаменталу. По фундаменталу она не должна туда взлететь. Она взлетит только из-за конкретного одного четкого события. И скорее всего потом опять шиндарахнется вниз. Но это трейдерство. Мы ждем колебания рынка. Вот и все. Поэтому совет дам простой. Итог такой подведу вот этому своему видео второй части. Прежде чем идти торговать, заниматься трейдерством, создайте свою инвестиционную часть. И эту часть вы не трогаете. Вы ее только наращиваете. Вы проводите там ребалансировки раз там три месяца, раз полгода. Я вас советую раньше полугода не лезть ребалансировками, ничего не продавать, не покупать. Вот сейчас у меня тоже, вот сейчас будет про... Я обещал в этом видео ставить вам, но все-таки решил показать все свои портфели. Вы знаете, когда вот сейчас все наши компании отчитаются, они сейчас будут выходить на отчеты, потом будут советы директоров, советовать дивиденд. И я буду проводить как раз-таки ребалансировку. И я вам как раз-таки, наверное, и покажу, как проводится ребалансировка портфелей. Потому что что-то нужно продать, что-то нужно докупить. Как продать, какую компанию, та, которая убыточная продавать или та, которая принесла прибыль. Это же тоже вопрос, многие вот задают, а что мне продать? У меня вот это очень сильно хорошо выросло, это в минусе. Но она и продолжает падать. Что мне делать? Фиксировать прибыль или не фиксировать прибыль? Здесь тоже надо разбирать эти моменты. Вот, наверное, все-таки я хотел здесь ставить вам, показать портфели, но подумал, что лучше будет именно в таком формате. Вот сейчас начинают отчитываться. Я покажу все портфели, какие доли у меня в портфеле, что в спекулятивном, что в этом. И еще, вот в конце, все, уже заканчиваю, и так видео затянулось опять. Для тех новых подписчиков, кто смотрит на мой счет в Тинькове. Еще раз, старые подписчики уже устали это слушать от меня. В Тинькове я беру бумаги там и чисто по ним наблюдаю. Мне удобен интерфейс, но я не торгую в Тинькове основными сделками. И за очень много последнее время глюков и лагов в Тиньков инвестициях сейчас происходит. Некоторые бумаги я там держу. У меня туда я влип, так, в Тесле и с ней нвидею. Я туда просто влип. А так я покупаю себе бумагу, чтобы мне удобнее смотреть, чтобы мне не открывать каждого разного брокера. Я купил бумаги, смотрю по ним цены просто-напросто. Вот и все. И смотреть мои сделки по Тинькову не надо. Я все сделки пишу в Телеграм-канале. Все четкие сделки, которые приносят на прибыль, я пишу у себя в Телеграм-канале. На этом, друзья, я с вами буду сегодня прощаться. Хотел короткое видео сделать, но вот получилось, что нифига не короткое. Заговорился я в очередной раз с вами. Поэтому, если вам видео понравилось, обязательно ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. Советуйте своим друзьям, знакомым, если кто-то занимается инвестированием, либо хочет познать просто финансовую грамотность, тоже призывайте подписываться на канал, чтобы нас больше было. Тогда будет наше видео больше популярности набирать, больше видеть это видео будет. Обязательно подписывайтесь на меня в Телеграм-канале. Там все новости сразу же моментально у нас выходят. И тот, кто знает, какие события очень интересные на этой неделе, обязательно напишите комментарии. Напишите комментарии, кстати, понравилось вам это видео или не понравилось. Что-то, может быть, я неправильно рассказал. Обязательно жду мнения трейдеров. Очень сильно хочется узнать ваше мнение в комментариях. Особенно интересно ваше мнение. Итак, друзья, лайк, подписка на YouTube, подписка в Телеграме. Ну и до завтра, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok